Итак, добрый день! Сегодня мы с вами поговорим про инженерные сети, научимся их создавать, настраивать, подключать, отводить и прочее. Также я покажу это с примерами для малоэтажного жилищного строительства, для высотки и так далее. Так или иначе у нас с вами появится для канализации, так как у нас на плане второго этажа тоже есть санузел, и на первом этаже, и на втором этаже стояк отдельно взятый. Для горячего водоснабжения то же самое, и для холодного. Научимся делать их разводку, посмотрим, проверим всю необходимую систему. Приятно, что реагируете на мои заявления в сообществе. Все дополнительные материалы и вопросы можно задавать не только комментарии под видео, еще напоминаю, что у нас есть группа ВК, куда я планирую все-таки загружать в семейства, которые будут находить, полезные, объяснять их и прочее, какие-то элементы делать. Спасибо за вашу подписку, очень приятно и очень стимулирует меня на дальнейшую деятельность. Итак, давайте приступим. Для начала у нас с вами был домик, тот же самый разработанный, что мы делали с вами ранее. Что мне необходимо? Я перейду на план первого этажа. С плана первого этажа на данный момент я удалил обозначение помещения, ну точнее я его скрыл. Он у меня находится в скрытых элементах определения площади, все размеры, которые могут мне помешать и помешают для отображения вам, для понимания всей необходимой структуры. Что я сделаю сейчас? В первую очередь мы с вами должны прежде всего расставить наши сантехнические приборы, даже при всем желании мы с вами разводку не начинаем. Сначала предполагаем, где будут располагаться сантехприборы. Первоначально, сразу же мой совет отдельный, продумывайте там, где будут располагаться основные стыки, потому что с этим может возникнуть потом в дальнейшем проблема. Я сразу же буду предполагать, что скорее всего у меня стыки будут располагаться вот в этом углу моего помещения. И посмотрим, как можно расставить раковину и сделать отдельные подводки, поставим запорное устройство, все разобью по временным меткам, в общем вы знаете, как вы любите. Итак, для начала загрузим сантехприборы, потом образуем короб, где у нас будет располагаться основной стояк, а потом от стояка поведем к основным элементам. Этап первый. Сантехприборы. Сантехприборы у нас с вами располагаются во вкладке системы, и здесь же мы с вами можем найти сантехнические приборы. По умолчанию у нас в архитектурном шаблоне не присутствует никаких сантехприборов, мы их загружаем собственноручно. Да, нажимаю загрузить семейство. Мы с вами попадаем в стандартную библиотеку наших семейств, кто работает с 21 версией, нужно подгрузить данные семейства, они у вас могут отсутствовать. У меня 20 версия, они присутствуют. Скоро перейдем и автокад, и ревит на 21 версию, как говорится, идти в ногу с нашим трендом. Итак, сантехника располагается у меня во вкладке сантехника, вроде бы логично. Итак, заходим в сантехнику, и здесь у нас есть две папки. Во-первых, мэп, во-вторых, архитектурные. Если рассматриваем мы архитектурные элементы, когда мне просто необходимо добавить для элементов декора сантехнику, то мы пользуемся папкой архитектурные элементы. Сейчас я рассматриваю только стандартные сантехприборы. Да, у них у многих проблемы, о них еще поговорим. И если вам не нужно подключения, то пользуемся вкладкой архитектурные. Там тоже есть санузлы, ванны и прочее. Если вам нужно составить с подключением элементов, мы пользуемся вкладкой мэп. Ладно, приходим к ревит мэп. Мэп. Здесь у нас есть оборудование и приборы. На данный момент меня интересуют приборы. Приборы унитаза. Здесь на данный момент наиболее всего нам адекватно подойдет один сливной бачок. Во всяком случае, все остальные немного смущают. По умолчанию у этого сливного бачка, если вы посмотрите по картинке, да и в большинстве стандартных, слив осуществляется вниз. Если вы поставите его, чтобы у вас сформировалась труба в стандартном ревите, в итоге вам нужно будет его поднимать практически на полметра, чтобы он нормально отобразился. Десантников мы играть с вами не будем, бег с препятствиями до туалета устраивать тоже. Поэтому мы с вами отредактируем данное семейство. Большинство роликов, которые вы можете увидеть, используют либо готовые семейства, уже сделанные. Но мы с вами только учимся, давайте начнем со стандартного. Там есть небольшая оплошность в редактировании стандартного того же самого семейства. Для этого, прежде чем я загружаю стандартный, я закрою данную менюшку, нажму файл, открыть, семейство, то же самое иду, сантехника, мэп, приборы, унитазы, смывной бачок. Да, у меня уже есть отредактированный мой, я тестировал, как можно быстро исправить данную ситуацию. Итак, смывной бачок. Открывая данное семейство, мы сейчас с вами его отредактируем. Редактируется оно достаточно просто. Во вкладке создания меня интересуют соединительные трубопроводы. Нажимаю на нее, выбираю плоскость нашего унитаза. У нас появляется гигантское обозначение радиуса. Ну, дальше все достаточно просто пойдет. Я нажму Escape и начинаю приводить один вид к другому. Я смотрю то, что у меня радиус 50 должен быть. Меняю радиус 50. Дальше. Расход приборов в пункте конфигурация потока. Конфигурация потока. Пока у нас здесь не появится, сейчас мы его настроим. Дальше. Планомерно иду. Наружу. Наружу. Дальше. Классификация системы канализация. Канализация. Следующее. Теперь я уже могу поменять расход приборов и поставить 4 значения. То же самое, как у нас в стандартном. Последним пунктом нам нужно настроить то, что это выход. У нас абсолютно два одинаковых элемента. Единственное, что ось Y я опущу вниз. Как вы видите, ничего сложного нет. Удалю старое обозначение. Теперь я могу файл сохранить как семейство. Пересохраню смывной бачок мой. Сохранить. Заменить существующую версию. Да. Все. Закрою наш унитаз. Вернулся в свой проект. Снова вкладка системы. Сантехприборы. Не загружены. Помним. Загрузить. Снова вкладка сантехника. Сантехника. Мэп. Приборы. Унитаз. Снаменой бачок. Мой. Окей. Открыть. При помощи клавиши пробел я могу его обращать. Так как мне будет необходимо. Ну и размещаю на данный момент там где я предполагаю будет у меня смывной бачок. Могу сначала пристыковать к стене. И потом в дальнейшем чтобы нам нормально сделать разводку нашей трубы. Могу поменять здесь расстояние. Ну либо при помощи функции перенести. 2,230. На 100 миллиметров сдвину. Это на самом деле будет немножко мало. Но я об этом еще поговорю. Дальше. Сантехприборы. Изменить тип. Загрузить. Нас теперь интересуют с вами приборы. Умывальники. Умывальник с туалетным столиком наиболее подойдет. Все остальные умывальники у нас встроены в стену. Мы с вами трубы пока встраивать в стену не будем. В дальнейшем научимся. Не пугаемся. С туалетным столиком. Открыть. Окей. Ставим наш туалетный столик. Опять же. Пока пристыкую к стенке. Escape. И отодвину при помощи функции перенести. Ну а первых подведу его в угол. Чтобы у нас пылесборника не оставалось. И теперь при помощи функции перенести. Отодвигаю на сотенку. 100 миллиметров. Здесь уже будет много сотен. Потому что труба у нас будет 32 диаметра. Но об этом я тоже поговорю. Пускай будет дополнительное расстояние для разводки всех трубопроводов. Потом спрячем их в короб. Следующее что? Сантехприборы. Изменить тип. Загрузить. И теперь нас интересует в приборах ванна. Ванна гидромассажная. Ванна такая. Такая. Ванна маэстро. Самая более-менее примитивная. Да, в интернете можно найти много семейств с уже готовыми элементами. Можете создать свое. У меня отдельное видео по созданию семейств тоже было. Там правда более-менее базовое. Но оно так или иначе все равно элементы выдавливания используются и подключаются к прибору. Все, ничего сложного там нет. Ванна маэстро. Открыть. Ок. Добавляю ванну. В данном случае я ее поставлю произвольно. Пристыкую в угол. И теперь отодвину на расстояние. Давайте пристыкую к той стене. Зачем я это делаю? Чтобы потом выровнять. Я сейчас хочу замоделировать короб. Прошу прощения. У меня не все элементы семейства сдвинулись. Вот таким вот образом. Я хочу вот в этой части замоделировать короб для дальнейшей разводки всех моих трубопроводов. Для этого я перейду во вкладку архитектура. Стена архитектурная. Я могу использовать ту же самую стенку, созданную для вент-канала. Потом материал просто ей поменять. Создам стенку. По умолчанию базовая стена, она у меня не присоединена. До плана второго этажа ее цепляем. До плана второго этажа ее цепляем. Стыкую. Посмотрю по габаритам, нормально ли у меня здесь расстояние. 500 миллиметров достаточно будет. 320. Можно будет до 300 сместить. Но давайте сначала расставим основные стейки. Итак, что мы теперь сделаем? Мы с вами настроим основную конфигурацию. Сначала оборудование. Потом добавим стейки. То, что конфигурацию можно потом распределить как угодно. Этап второй. Мы с вами переходим во вкладку вид. Интерфейс пользователя. И активируем функцию диспетчера инженерных систем. В диспетчере инженерных систем я вижу то, что у меня 8 неназначенных элементов. Раскрою древо, посмотрю. И я вижу то, что у меня элементы ванна, санузел, кухня. Ну, ванна, санузел и умывальник мой. Для унитаза горячего водоснабжения не нужно. Что мы делаем теперь? Подсвечиваем любой из элементов. И сверху у нас есть возможность функции трубопроводы. Мы сейчас с вами настраиваем все конфигурации для автоматизации проостановки всех трубопроводов. Трубопроводы. Для начала у нас спрашивают, что мы хотим сделать. Канализация, холодное или горячее водоснабжение. Сначала канализацию соберем в отдельную категорию. Канализация. Пускай она так называется канализация. Окей. Что я вижу? У меня появилась новая вкладка трубы, канализация и там мой умывальник подсвеченный. Я мог его подсветить и вкладке нашей бит. Следующее, что я делаю. Изменить систему. Добавляя элементы. К канализации нам нужно будет добавить в ванну. Санузел. Завершить. Теперь я вижу в канализации у меня три элемента. Не распределены, потому что они еще не подключены. Следующее, что я делаю. Это подсвечиваю нашу раковину. Ну, либо ванну, без разницы. Трубопроводы. Теперь меня интересует холодное водоснабжение. Холодное водоснабжение. Окей. Нажимаю. Проверяю древо. Перехожу в трубопроводы и системы. Изменить систему. Прошу прощения. Трубопроводы и системы. Выбираю холодное водоснабжение. Выпадающие менюшки. Изменить систему. Добавляю туда ванну, санузел. Зеленая галочка. Я вижу то, что в холодном водоснабжении у меня тоже появились элементы. Следующее. Подсвечиваю унитаз. Трубопроводы и системы. Не то. Подсвечиваю ванну. Трубопроводы. Унитаз я подсветил. У него горячего водоснабжения. Это нет. Итак. Подсветил ванну. Трубопроводы. Горячее водоснабжение. Окей. Снова подсвечиваю ванну. Трубопроводы. Изменить систему. Проверяем, что в выборе системы у нас... Снова подсвечу. Проверяем, что в выборе системы та, которая необходима для добавления элементов. Изменить систему. Добавляем туда раковину. Завершить. Окей. Идем дальше. Давайте меня стенка вот эта смущает. Я ее пододвину к граничным значениям нашего окошка. Этап третий. Мы сейчас с вами замоделируем сначала стояк. Начнем с канализации. Труба самая толстая. С ней больше всего проблем. И настроим для отображения все необходимые элементы. Для этого мы сначала создадим трубу с канализацией. Потому что, если я в панели свойств посмотрю семейство, а семейство меня интересует уже не стенка, а трубы, типы трубопроводов, по умолчанию, сюда у нас уйдет канализация. Если трубопроводные системы, точнее не канализация, а общий тип труб, трубопроводные системы, у нас есть горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и канализация. Давайте настроим им цветовой показатель и объясню, за что отвечать будет. Итак, сначала начнем с холодного водоснабжения. Два раза нажимаем левой клавишей мыши. У нас что здесь есть? Температура вещества. Что за вещество идет и так далее. Все это настраивается в зависимости от вашего региона. Какая у вас температура теплоносителя, температура холодной воды и так далее. Меня пока это не интересует. Я захожу в переопределение видимости и графики и выбираю цвет для нашего холодного водопровода. Синий. Окей. Окей. Дальше. Канализация. Тоже переопределить видимости и графику. Цвет. Зеленый. Окей. Окей. Горячее водоснабжение. Опять же температура теплоносителя. Вы также можете посмотреть элементы расчета, которые здесь производятся у нас и прочим. Через что производится вычисление. Настраивается все это собственноручно. Переопределить видимости и графику. Красный цвет. Для нашего горячего водоснабжения. Мы с вами настроили цветовую гамму для всех наших разводников по трубам. Четвертый этап. Трубы замоделируем в стояк. Для того, чтобы замоделировать адекватно наш стояк, мне нужно построить еще один разрез. Потому что иначе у меня трубы построятся в горизонтальной плоскости и меня это не устраивает. Я хочу построить сначала вертикальный разрез. Моделирую разрез там, где у нас с вами будет располагаться стояк. Сечение 0. Подсвечу его, разверну. И отображаться оно будет в сечениях. Сечение 0. Вот он. Могу построить высокий уровень детализации, чтобы сразу же видно. Вот сюда я буду вписывать свои... Здесь нужно будет присоединить верх основания. Сюда будет вписываться мой основной стояк. Как производится построение труб? Вкладка системы. Труба. По умолчанию трубы у нас с вами либо не загружены, либо он использовать будет трубу по умолчанию. У нас она не устраивает. Мы сначала будем использовать канализационные трубы. Итак. Изменить тип. Копировать. Начнем. Канализация. Канализация. Ок. Настройки трассировки. Самое муторное в Ревите. Это настраивать трассировки для сетей. Нормальных объяснений толком в интернете сложно найти. На самом деле, если вы посмотрите, поковыряетесь, поймете. Некоторые делают систему канализации просто на вид похожую. Запустить ее невозможно, потому что элементы не взаимосвязаны. Просто картинка красивая. Есть некоторые уроки, которые показывают вот туалет, вот труба, а вот результат. Я постарался сделать этот ролик наиболее полный. Прошу прощения, если о чем-то забуду сказать. На комментарии я реагирую и, соответственно, исправляюсь в следующих роликах, если такие ошибки присутствуют. Итак, настройки трассировки изменить. По умолчанию у нас здесь нет никаких трассировок, потому что они еще не подгружены. Трассировки нам нужны для автоматизации проведения всех трубопроводов. Что я сделаю? Нажму «Загрузить семейство» для начала. И идем в папку, назад в общую библиотеку для России. Нас интересует труба. Фитинги они называются. Фитинги я буду использовать типовые. Вы можете использовать любые по материалу. Типовой. Выделяю первый, нажав по нему левой клавиши мыши. Зажатым шифтом выделяю последний. Загружу все фитинги в свой проект. Открыть. Он сейчас немного подумает. Для чего нужны вообще фитинги? Чтобы программа могла автоматически подвести разводку всех необходимых элементов в программе. Тот же самый санузел, чтобы можно было подсоединиться с санузлом. Сейчас будем немножко морочиться, но я об этом покажу еще и расскажу. Ванну немного еще подвинем. Итак, то что касается фитингов. Во-первых, сегмент трубы. Я не буду использовать углеродистую сталь, я буду пластмассу 40 использовать. Минимальный размер 50 миллиметров нашей трубы. Мы сейчас будем ее увеличивать до сотни. Ничего страшного, это минимальный размер. Отвод. Во-первых, отвод это стандартное. Добавим плюсик. Типовое. Размеры поставим либо все, либо такие же, как у нас было. 50 миллиметров до 300. 50 миллиметров до 300. В некоторых случаях удобнее поставить все, чтобы программа рассчитала. Тройник у нас используется. Соединение. Здесь у нас есть несколько типов соединений. Два стандартных, еще и тройник. Нам нужно, чтобы еще и тройник присутствовал. Я обычно в некоторых случаях добавляю стандартное резьбовое и стандартное соединение тройник. Я буду каким образом? Я соединение раз использую. Стандартное. Соединение два использую. И добавлю тройник. Типовой, стандартный. И чтобы они использовали все варианты труб. Дальше. Крестовина. Крестовина стандартная. Переходник стандартный. Можно добавить еще и второй переходник. Соединение. Стандартное. Фланца тут нет. Заглушка. Типовая, стандартная. Везде ставлю значения все диаметры труб. Вы можете подбирать собственноручно. Любое, которое вам понравится. Мы с вами настроили трубу для нашей канализации. Окей. Окей. Пока сохранять проект не буду. Дальше что я сделаю? Построю трубу. Диаметром сотня. Здесь мы с вами настраиваем диаметр. Сотни будет достаточно. И поговорю. Если вы будете использовать септик для своей малой этажки. Отдельно будете выводить канализацию. Нам не обязательно тянуть на самом деле в данном месте стояк вниз. Можно довести его до раковины трубой под уклоном. И уже дальше уйдет соответственно в септик. Потом в фильтр и так далее. Либо изначально у вас канализация. Есть центральная канализация. Городской сети подключен ваш дом. И уже туда вы будете ее выводить. Такие методы тоже есть. Даже с учетом того, что у вас может отсутствовать подвальная часть нашего сооружения. Изначально все равно закладка канализации производится. Я построю сейчас стояк. На данный момент обычный. Для второго еще этажа. Он пойдет на кухню. Еще пойдет в данном случае вправо. Аналогичным методом. На ваше усмотрение. Как он дальше будет производиться. Вы сами выбираете. Я здесь сейчас замоделирую просто трубу. Итак. 100 миллиметров. Замоделирую трубу. Уйдет она у меня вверх. Проверяю диаметр. 100 миллиметров. Ок. Пускай у меня уходит она еще и вниз. Дальше что я делаю. На плане первого этажа. Посмотрю где она у меня располагается. Меня не устраивает как она у меня располагается. Я ее придвину к моей стенке. Хотя бы вот таким вот образом. Теперь необходимо трехмерный вид для дальнейшей разводки. Да. В принципе я могу нажать на санузел. Нажать функцию присоединить. Но в большинстве случаев там возникнет у нас с вами ошибка с подсоединением. Нам нужно видеть элемент. Поэтому трехмерный вид. Скрываем ненужные нам элементы. А конкретно фундаментную плиту я все-таки хочу оставить. Через временное скрытие изоляции скрываю элемент. Скрываю часть своего дома. Скрываю все по второму этажу. Скрываю часть стен. Главное не скрыть того, чего может пригодиться. А вот так получилось, что я скрыл. Перегородку скрыл. Вот эту. Мне она нужна. Поэтому я скрываю только то, что мне нужно. Вот таким вот образом. Мне это будет достаточно. Что я делаю теперь? Посмотрим, как работает автоматизация подсоединения той же самой канализации. Возможно ли ее подсоединить сейчас на начальной стадии. Или нам придется сначала ввести трубу канализационную общую. И к ней уже подсоединять наш санузел. Так будет на самом деле намного проще. Подсвечиваю санузел. Мы с вами сформировать компоновку. Еще будем учиться пользоваться. На данный момент я попробую просто присоединить к трубе. Присоединить к. И попытаюсь подсоединить автоматически к трубе канализационной. У нас с вами появилась небольшая ошибка подсоединения. Конкретно это связано с отводом нашего санузла. Сейчас посмотрим. Угол наклона не сформировался. Тройник у нас сформировался. В принципе я могу оставить его таким, какой он есть. То есть автоматически подсоединиться и задать здесь направление уклона. Либо сначала я замоделирую трубу подсоединенную. А потом уже буду соединять отдельно унитаз, отдельно раковину. На самом деле лучше отдельно соединить. То есть отдельно санузел, отдельно раковину. Но рассмотрим второй этап. То есть первый этап вы определились. Уклон задаваться будет абсолютно аналогично со следующим методом. Подсветить трубу, задать уклон и выбрать необходимый процент уклона. Вот у меня задастся труба с уклоном. Посмотрю с этой стороны. Вон этот уклон. Все хорошо. Следующее, что я заметил. У меня труба моя канализационная. Не выбрал я правильно ее тип. Подсвечиваю трубу. В панели свойств меняю с приточной жидкости на канализацию. Диаметр остается сотни. И теперь она у нас подсвечивается зеленым цветом. Следующее, что я делаю. На виде сверху. Создаю. Лучше не создавать аналог. А сначала вкладка системы. Труба. Изменить тип. Копировать. Мы с вами создадим для ванной нашей. Но можно было использовать и тот на самом деле. Ванная. Рак НВР. Я создам. Изменить тип. И в фитингах поставлю диаметр минимальный 40. 40. Окей. Окей. Отметка посередине. Поставим 50 миллиметров. Диаметр 40. Зацепимся за нашу трубу. Доведем до стены. Не найдено для авторазводки. Сейчас посмотрим. Для этого я для начала скрою стенку. Чтобы мне можно было увидеть. Скрыть элемент. У нас здесь маленькое слишком значение расстояния. Чтобы нормально построилось у нас, придется поменять уклон. Сейчас у нашей трубы канализационный. С 3,5. Пока на 1,5%. Потом про уклоны поговорим. Зацеплюсь за грань. Посмотрю. В эту сторону строит. Окей. Тогда придется с вида слева моделировать. Раз на виде сверху он не хочет. На виде слева он тоже не хочет. Под небольшим углом. Зацеплюсь за грань своей трубы. Доведу ее. Посмотрим, что в итоге получается на виде сверху. Труба у меня никуда не сместилась. Раковина. Создать аналог. Моделирую трубу для нашей раковины. Сформирую уклон нашего подсоединения. Уклон сформировался. Полтора процента. Нажимаю на нашу раковину. На квадратики, где у нас канализационный слив. Правой кнопкой мыши. Рисовать гибкую трубу. И соединяю их. В данном случае данный диаметр мне не подойдет. Пускай он будет так же, как и моя труба 40 мм. Вот таким вот образом. Для ванны и санузла мы с вами подвели разводку и поставили на наш уклон. Теперь я у санузла верну уклон. Три с половиной процента. Три с половиной процента. Окей. Итак, что я буду делать дальше. Для начала я скрою ненужные мне стены. Переключу отображение на видовом кубе на вид слева. Подсвечу свой тройник. При помощи функции перенести подниму его выше, чтобы он был не заглублен в поверхность нашей земли. В данном случае фундаментной плиты. Снова еще раз подниму вверх. Вставляю минимальное значение. Что я сделаю теперь? На данный момент. Вкладка системы труба. Труба у нас отметка посередине 50 миллиметров. Буду строить ответвление для моей ванны. Строю ответвление для ванны. Либо я мог воспользоваться функцией создания аналога. Подсвечу свою трубу от раковины. 50 миллиметров. Создаю аналог. Таким вот образом. Дальше. На видовом кубе сориентирую таким образом, чтобы поднять мне трубу на ту же самую высоту. Где у меня сейчас располагается мой тройник. Проверю, есть ли у меня формирование уклона. Поставлю 0. Никаких смещений нет. Выдвину трубу из тройника. Прошу прощения. Выдвину трубу из тройника. Дальше что? Удалю переходник у тройника. Сам тройник аннулирую. Нажал на минус. Итак, что еще сделал? Подсветил. Нажал минус. Соединяю новую трубу. У нас образовался новый тройник. Подсвечиваю наш тройник. Нажимаю плюс. Появился новый развилка. Подсвечиваю тройник. Нажимаю правой кнопкой мыши по квадратику. Рисовать гибкую трубу. И стыкую с нашей трубой, которая была. На самом деле он замоделировал негибкую трубу. А если я подсвечу, вы посмотрите. Он замоделировал тот же самый переходник типовой. Теперь что я сделаю? Изменю длину своей трубы основной. И на виде сверху построю трубу до ванной. Правой кнопкой мыши по квадрату. Рисовать трубом. Построю трубу до ванной. Либо моку ходящую в ванну. Либо сейчас сделаем немножко другим методом. У данной трубы сформирую уклон. Уклон. 3,5%. Сейчас проверим присоединение. Откачусь назад. До формирования уклона. И снова сформирую уклон. Если 3,5% мне программа не дает, замоделирую 2,5%. Он идет вниз. Понятно почему. Снова. Труба. Уклон. Проверяю направление уклона. И моделирую его. 3,5%. Выдвину сюда. Саданное значение уклона невозможно применить к данной трубе. Проверьте присоединенные элементы. Убедитесь в том, что они не накладывают зависимости на уклон. Зависимости на уклон у нас накладываются. Я проверю через вкладку управление. А не управление. Анализ. Соединены ли они у нас или нет. А они у нас соединены. Проблем никаких нет. Но с анализом будем еще разбираться. Уклон сформировался. Теперь я нажимаю на нашу ванну. У нас внизу канализация правой кнопкой мыши сформировать гибкую трубу. И стыкую с моей трубой. Я вижу то, что у меня гибкая труба уходит под землю. Эта проблема связана с тем, что у меня выход моей канализационного стока находится под нашей ванной. Ну, либо ванну нужно будет поднимать еще на дополнительное расстояние и там уже установить сифон, если необходимо и так далее. Пока меня устроит абсолютно так, как должно быть. Все уклоны у нас сформированы. Конкретно табличку по уклонам я вынесу отдельно для элементов расчета и диаметром наших труб. Итак, с основным, прошу прощения, геморроем мы с вами закончили. Поставили систему канализации, которая у нас с вами замоделировалась. Принципиальное отличие в том, что я немного ее сместил. На плане первого этажа перешел, выделил нашу основную трубу и отодвинул от стенки. Просто нажатием на клавиши мыши. Да, из-за того, что мы с вами использовали тип соединения, данная труба отсоединилась. Я ее снова присоединил, также смещением. Могу проверить через вкладку анализ, что у нас труба не отсоединилась. Нигде никаких элементов нет. Основные вопросы у нас остались. Это по подсоединению холодного водоснабжения, подсоединению горячего водоснабжения. И также по вопросам, связанных с запорным устройством, грубо говоря, куда у нас уходят все эти элементы. Но то, что касается канализации, нам можно было здесь замоделировать единую трубу. И к ней уже подвести разводку от ванной. Здесь у нас от кухни, от раковины пойдет. Либо можно было замоделировать единую трубу, которая у нас уже идет на выход. Как я уже говорил ранее, я использовал систему проектирования ту же самую, что и для монолитной этажки. Она у меня пошла вниз. Я могу здесь сформировать уклон. И дальше уже у меня заложено будет, как в некоторых случаях делают в тех же самых домах. Сначала закладывают канализацию, потом производят все монолитные работы. Итак, на ваше усмотрение, как вы будете делать. Из анализа я выключу проверку систем и трубопроводов. Что я сделаю теперь? Я для начала замоделирую два стояка. Для холодной воды и для горячей воды. Я именно стояк замоделирую, потому что мне еще на второй этаж нужно разводить их. И дальше уже их разведу, подсоединю нашей трубе, которая идет на кухне и так далее. Но куда уходит данная труба, основное подключение, это уже на ваше усмотрение. Либо к единой магистральной сети от городской сети, либо к котельной какой-либо и так далее. Саму суть разводки вы, я думаю, поймете. Итак, я для начала перейду на свой разрез сечения 0. Вот он у меня. Вспоминаем, где он у нас проходил. На плане первого этажа я его провел чисто по своему вот этому коробу. На самом деле, лучше было бы канализацию разместить в углу и ближе уже разместить горячее водоснабжение и уже сделать разводку. Но, так как я этого не сделал, буду удовольствоваться тем, что есть. Горячее водоснабжение и холодное размещу в этом углу. Что я сделаю? На сечении 0. Перейду во вкладку системы, труба. По умолчанию у нас была канализационная труба. Мы ее с вами отредактируем. Изменить тип. Копировать. Сначала пойдет ГВС. ГВС. Ок. Изменить тип трассировки. Уже у нас пойдет не пластик, а углеродистую стали. Буду использовать диаметр от 32 мм. Отвод тоже самое от 32 мм. Прошу прощения. И 32 мм. Отвод стандартное подсоединение. Все остальные элементы остаются абсолютно точно такими же. Ок. Ок. Построю трубу. Она у меня пойдет такая же самая по высоте. Рядышком стоящая с моей. По сути дела трубой. Канализационной. Я забыл поменять тип. Я вижу то, что она подсвечивается зеленым цветом. Такого быть не должно. Подсвечу ее. И в свойствах поменяю с канализацией на горячее водоснабжение. Она автоматически станет красным цветом. Перейду на план этажа. Мне придется ее подвинуть. На плане этажа я ее подсвечиваю. При помощи функции перенести переношу к стене моего объекта. Вот таким вот образом. Скопирую. Копировать. С привязкой по центру. Замоделирую здесь же с отступом трубу холодного водоснабжения. Я ее просто скопировал. Теперь подсвечу. И перегоню в свойствах. Тип. На холодное водоснабжение. Да. По умолчанию у нас есть система автоматического построения всех связей и холодного и горячего водоснабжения в единую сеть. Покажу вкратце. У меня она строится немного криво. Скорее всего из-за того, что умывальник у нас находится близко к стене. Либо по еще каким-либо вопросам. Подсвечу умывальник. Давайте на трехмерном виде сделаю, чтобы сразу показать. На трехмерном виде подсвечу умывальник. Сформировать компоновку. Горячее водоснабжение. Здесь уберу значение уклона. В параметрах зайду, проверю, что трубы ГВС. И поставлю необходимое смещение от пола нашего, от уровня. Предположим, что смещение будет 200 мм. У ответвлений то же самое. Ок. И я могу пощелкать, посмотреть, где у меня могут проходить мои трубы. Здесь все было бы хорошо, если бы от раковины не уходило куда-то в бесконечность. Да, если я сейчас соглашусь с выполнением данного действия, у меня выполнится автоматическое построение наших труб. Соединение будет считаться разомкнутым. Программа сама построилась. Обвести то же самое по канализационной трубе он провел и так далее. Но минус в том, что он увел за стенку. Да, в принципе, я могу их достроить каким образом. На виде сверху сместить соединение. Смещаю соединение. Но может возникнуть какая проблема. У меня труба с горячим водоснабжением будет пересекать мою канализацию. Сейчас проверим. Канализационную трубу она не затрагивает. В принципе, даже очень прилично выглядит. Минус в том, что они еще не подведены, не соединены. На самом деле, лучше было бы ее соединить сначала с основной магистралью, а потом уже поставить два необходимых запорных клапана. И еще минус на плане первого этажа. Данная труба пойдет в стене. Это не очень корректно. А при попытке сместить у нас с вами ванна. Тоже поедет в стенку. Что не очень хорошо. Да, я в принципе могу разорвать данную трубу на участке. И построить собственноручное соединение. В принципе, в некоторых случаях так даже выполняют. Труба ГВС. Доведу до основной своей трубы. Отодвину от стенки, потому что я вижу, что она у меня заглублена в стенку. Проверяю, чтобы ничего у меня нигде не сместилось. Все подсоединения у меня остались. Дальше что я сделаю? Рисовать трубу. Автоматически он меня определить не смог. Поэтому мне придется рисовать трубу. Сначала от основной сетки. А потом цеплять ее. Если программа вообще мне этого позволит сделать. Программа у меня немного наклонила мою трубу. До раковины. Сверим, что у нас в итоге получилось. Ничего нигде не пересекается. В принципе, меня даже так более-менее устроит. Напоминаю то, что кто у меня сейчас будет кидаться тряпками. Мы с вами только базово учимся моделирования систем. Я еще дополнительно. Будет материал по сравнению с той же самой высоткой. Там все намного проще. У нас центральный стояк. Маленькие помещения. Разводка минимальная. Простейшая достаточно. Здесь я, по сути дела, на лету пытаюсь решить проблему разводки системы водоснабжения. В нашем маленьком домике. Итак, дальше что я сделаю? Я подсоединю нашу трубу горячего водоснабжения к нашей раковине. Ой, раковине. Ванной. Для этого для начала я продлю стояк. Уберу лишний элемент. Соединю с нашей основной трубой. Образуется сейчас тройник. Как только я ее подведу. До грани. Тройник я могу отрегулировать. Здесь у нас еще станет запорный клапан. Теперь с плана первого этажа я дострою трубу до нашего элемента. Сейчас будем решать проблему. Ванную я мог пододвинуть, но, опять же, я этого не делал. У нас из-за того, что тройник слишком близко к входящей нашей трубе, я его немного опущу. Главное проверяем, чтобы у нас все остальные элементы не опустились и трубы не пересекались между собой. Я вижу то, что там у меня уже канализационная труба пересекается. Такого быть не должно. Ну, здесь могу я на самом деле поменять тип соединения. Итак, дальше что я делаю. Довожу свою трубу до горячего водоснабжения. У нас образуется еще один тройник подсоединения. Внизу я пока еще не знаю, что у нас будет располагаться, поэтому я заглушку поставлю на трубе. Я еще не знаю, что у нас в итоге будет. Вот я ее подсвечу, у меня в итоге заглушка. Что я сделаю теперь? Подключу холодное водоснабжение аналогичным методом. Подсвечу нашу ванну. Случайно сместил, прошу прощения. Подсвечу ванну. Сформировать компоновку. В данном случае холодное водоснабжение. Снова выполню. Смещение. Прошу прощения, у нас с вами еще нет для холодного водоснабжения трубы. Тип трубы. На самом деле она такая же, как и ГВС. Но давайте приведем к нормальному виду. Подсвечу нашу трубу. Изменить тип. Копировать. Параметры абсолютно те же самые, что и горячее водоснабжение трубы. И перегоню. А, она уже все перегнулась в ХВС. Данная труба ГВС. Ок. Подсвечиваю снова ванну. Сформировать компоновку. Холодное водоснабжение. Параметры. Тип. ХВС. Тип. ХВС. Смещение. Поставлю пока 250. 250. И вручную будем с вами ее доводить. В большинстве случаев, опять же, повторюсь, то, что разводка производится нормальная. Сейчас, на данный момент, она у меня уходит в стенку. Это немного неправильно. И будем вручную сейчас корректировать. Завершу компоновку. Да, я знаю, что они еще не подведены никуда. Сначала сместим трубы. Через функцию перенести. Перенесу их на одну прямую с ГВС. Так как они выполняются с отступом, ничего проблемного там не случилось. Дальше что? Этот наконечник трубы я могу удалить. Переходник удалю, мне он не нужен. Будем работать с раковиной теперь. Раковину, опять же, смещу. На самом деле, лучше бы делать подводку отдельно для туалета, отдельно для раковины. Но у нас туалет и раковина будут в единой сборке. Итак, я здесь могу запорный клапан поставить. Теперь я что сделаю. Сначала подведу на план первого этажа, перейду. Разорву трубу с моей ванны. Сделаю такую же самую разводку. Как мы с вами сделали у горячего водоснабжения. У нас там образуется тройник. Тройник сейчас не образуется. Нужно было бы ее сначала продлить. Сейчас откатываться я уже не буду. Опущу ее вниз. И снова пересоединю. Удалю ненужные элементы. И снова соединю. Теперь у нас с вами образовался тройник. Внизу поставлю заглушку сейчас. Заглушка. С этой трубой, что мы с вами будем делать. Мне нужно обойти мою трубу ГВС. Для этого я перейду на сечение 0. Создам аналог трубы. Протяну ее вверх. На самом деле она очень близко находится. Мне нужно сначала подредактировать длину трубы. Теперь создать аналог. Тяну ее вверх. Теперь мне нужно протянуть на себя. Для этого мне нужно перейти на план первого этажа. Подсвечу трубу. Даже элемент разводки. Рисовать трубу. Протяну ее в сторону. Протяну до основного участка нашей трубы. И у нас с вами образовался здесь тройник. Можно оставить и таким образом. С вами загрузим запорные механизмы. Чтобы у нас возможность была перекрыть отдельно в раковину, отдельно в ванну и так далее. Конкретно мы с вами заходим во вкладку системы. Нас интересует арматура. По умолчанию ее у нас нет. Нажимаем загрузить сейчас. И загружаю шаровые резьбовые клапаны. Подгружаю данный клапан. Размещаю его на элементе трубы. Раз. Два. Удаляю ненужные элементы. Он у меня подсвечивается цветом. Когда соединен. Дальше что мы с вами сделаем. Поставим такой же самый клапан. Отдельно на санузле. Его можно редактировать. Делать его меньше. Ну и если есть желание, могу поставить отдельно эти клапаны на той же самой трубе, подходящей до раковины, чтобы можно было перекрыть раковину. Но он у меня сейчас уйдет частично в раковину саму. Редактировать я его габариты сейчас пока на данный момент не буду. Я думаю методика понятна. Можно его на самом деле развернуть. Ну либо оставить у нас и так слишком много клапанов. Получается здесь клапан. Здесь мы перекрываем мовчий подачу холодного горячего водоснабжения и так далее. Отдельно подачу на раковину с санузлом. Отдельно подачу на ванну. Можно поставить вообще перекрыть клапан. И здесь же у нас встанет счетчики при необходимости. Отдельно клапаны на холодное и горячее водоснабжение. Вот таким вот образом. Заглушки я убирать пока не буду. Я не знаю куда у меня дальше пойдет разводка. Восстанавливаю исходный вид моего объекта. Посмотрю в итоге что у меня будет получаться. Давайте поставлю камеру. Камера в моем санузле. Сейчас у меня немного он подумает. Опять же включу реалистичный вид. Высокий уровень детализации. Увеличу обзор. У меня в итоге получилась ванна с подсоединением всех элементов. Коряво смотрится. Давайте лучше на обычном трехмерном виде. Скрою просто второй этаж и скрою перекрытие. Вот у меня получилась разводка. И холодное и горячее водоснабжение. И канализации. Ванную опять же я мог пододвинуть и все спрятать в коробе. Все подключение. Здесь не нужно поставить еще дополнительную дверцу. Чтобы можно было залазить в этот короб. Смотреть. Ну, в общем, такая у нас получилась грубая моделька. За комментарии я буду благодарен. Возможно, что-то я делаю не так. Хочу тоже совершенствоваться. Поэтому, если что-то не так, комментируйте. Учитывайте то, что постарался записать урок наиболее обзорным. Это только общее представление о моделировании системы вентиляции и водоснабжения. Чуть не забыл. Проверка всех основных систем производит через вкладку «Анализ». Проверка трубопроводов. У нас с вами будет один восклицательный знак. Он будет касаться то, что у нас никуда еще подключения никакой сети нет. И расходы рассчитать невозможно. Это о начале-конца трубопроводов. И о том, что все эти трубопроводы у нас имеют простую систему и никуда не подсоединены сейчас. Будем дорабатывать. Комментируйте видео. Всем спасибо, что были тут. Получился очень большой объемный урок. Буду рад подписке. И будем дальше работать и учиться. Всем спасибо. Если вам понравилось видео, вы знаете, что нужно делать. Всего доброго. Спасибо.